Париматч 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 В одном из матчей на поле встретились команды KND Construction и Казайра Навигация. Счет встречи был открыт на шестой минуте. После неудачных действий защитника Навигации Олжас Сатаров поразил ворота соперников. Столичной команде удалось отыграться только во втором тайме. После отличных командных взаимодействий Алмаз Альжанов в решающий момент не промахнулся. 1-1. За 4 минуты до конца Мурат Амылтурбеков вывел Навигацию вперед. Игрок протащил мяч с центра поля и сильно пробил поворотом. Вратарь коснулся мяча, однако отразить его не сумел. Еще один матч группы B состоялся между командами Данабике и Жана Арка. Единственный гол в матче провели игроки команды Жана Арка. В самом начале встречи после отличной комбинации вблизи ворот соперников Нуранжан Тензбаев замкнул прострел на дальней штанге. По итогам первого игрового дня в группе B каждый коллектив имеет на своем счету по 3 очка. Не менее интересными получились матчи группы C. Так, например, на поле встречались команды Тамерис из города Шимкент и Биосфера из города Караганда. На 17-й минуте матча игрок команды Биосфера Бактияр Жуншов после отбора мяча у соперников отправил снаряд мимо двух защитников и вратаря. Во втором тайме команда Тамерис сравняла счет благодаря хорошему прессингу и точному удару Аблайхана Искендирова 1-1. Однако карагандинцы почти сразу снова вышли вперед. На этот раз Юрий Титовский с острого угла поразил ворота команды Тамерис. Итоговый счет встречи установил Оралбек и Игзбаев в составе Биосферы. Его первый удар Кипер парировал, однако нападающий отлично сыграл на добивание. Итог 1-3 в пользу коллектива из Караганды. Другой матч этой группы порадовал зрителей обилием голов. На поле встретились ФК Виста и Мебельон. Уже на четвертой минуте Алибек Беков открыл счет. Мяч попал в одного из защитников и отправился в сетку. На 14-й минуте матча Алдияр Гомаров ударом в ближний угол сделал счет 0-2. Мяч от штанги залетел в сетку. Еще через несколько минут счет стал разгромным. Ярослав Саденко отобрал мяч у соперников и пробил мимо голкипера. Во втором тайме игроки Мебельон продолжили забивать. На 29-й минуте Максат Товкибаев сделал счет 0-4. ФК Виста смог забить гол престижем. На 31-й минуте Мансур Жумабеков после ошибки защитника результативно пробил в дальний угол ворот. Однако последнее слово осталось за командой Мебельон. На 40-й минуте Мурат Ахмедшарипов перехватил мяч и с центром поля пробил в пустые ворота. По итогам первого игрового дня в группе С команды Биосфера и Мебельон лидируют у них по 6 очков. Тамерис и ФК Виста по 0 баллов соответственно. В группе Д в первый игровой день встречались команды Батыр и Сумхар. Счет был открыт на 7-й минуте игры командой Сумхар. После ввода мяча со своей половины поля снаряд оказался у Сабита Турсымбаева и тот уверенно поразил ворота. На 15-й минуте команда Батыр заработала пенальтик. В точке подошел атлет Кабикенов и оказался точен. Во втором тайме Сумхаровцы вновь вышли вперед. Сабита Турсымбаев оформил дубль, однако удержать победный счет команде не удалось. Под занавес матча Шунгыс Адвакасов воротарь команды Батыр вышел в поле в качестве шестого игрока и с центра поля сравнял счет. Как итог ничья 2-2. По итогам первого игрового дня в группе Д у команд Батыр и Сумхар по 4 очка, Бибар из Телеком 3 балла и Тулпат 0 очков. В группе Е в рамках восьмого париматча чемпионата РК состоялся матч между Намат Дастар и ФК Юма. Счет встречи был открыт под занавес первого тайма. Результативным ударом отличился Еламан Марат. Почти сразу Намат сравнял счет, а Мурат Джанишев оказался один перед вратарем и уверенно его обыграл. 1-1. На 25-й минуте Николай Пенгрин ударом со штрафного вывел Намат вперед. Однако ФК Юма сумел отыграться и даже выйти вперед. Сначала Аскар Шахан, обыграв защитника, отправил мяч в дальнюю девятку, а затем он же замкнул прострел на дальней штанге. Наматовцы под конец матча сумели вырвать 1 очко. На 40-й минуте матча Вагиф Гесейнов сделал счет в 3-3. По итогам первого игрового дня в группе Е команды расположились следующим образом. Замандас на первом месте 4 очка, ПК Юма 2 очка, Намат 1 очко, Казавтожол на последнем месте 0 очков. В группе F также прошли матчи групповой стадии. На поле встречались команды Ахжол и Атриум Геолог. Команды на протяжении всего матча обменивались опасными моментами, однако поразить ворота удалось лишь в концовке второго тайма. Команда Атриум Геолог благодаря действиям Хессамуддин Казах вырвала победу команды Ахжол и заработала 3 очка. Чуть более результативной получилась встреча между командами МФК Рахмет и ЕРГ. Счет был открыт только во втором тайме. После стремительной контратаки и сольного прохода Айсултану Жулдебаеву удалось переиграть вратаря. Еще через несколько минут Азамат Арестанов удвоил преимущество после розыгрыша штрафного. Команда ЕРГ почти сразу ответила своим голом. На 27-й минуте Арестан Искаков после розыгрыша углового мощным ударом распечатал ворота МФК Рахмет. Однако сравнять счет ЕРГ не удалось. Итоговый счет 2-1 в пользу МФК Рахмет. После первого игрового дня в группе F лидирует МФК Рахмет 6 очков. ЕРГ и Атриум Геолог идут следом по 3 очка. Ахжол 0 очков. В группе G после первого дня чемпионата лидирует торговый дом ЕСИЛЬ. У них 2 победы и 6 очков соответственно. Кеймед и Жанебек по 3 очка. Марка КЗ 0 очков. Также свои первые игры провели команды группы H. По итогам дня прогресс на первом месте 4 очка. Столичный Берлик 3 очка. Гек Колледж 2 балла. И СРРК Автопром 1 балл. В группе А и по-прежнему сохраняется интрига. Все команды группы на данный момент имеют в активе по 3 очка. Также свои матчи сыграли команды-участники второго париматча чемпионата Казахстана в возрастной категории 35+. В группе А после первого игрового дня лидирует команда ДОСТАР 6 очков. Ахмолинский Беркет АйТи Технологи по 3 очка. Казахстан 0 очков. В группе Б по 4 очка набрали команды первый тренер и Каракудук Мунай. А Студио 3 балла и Шимфала Мурас 0 очков. В группе С уверенно лидируют команды Самрук и Олжа. Коллективы добыли по 2 победы. Юнта и Оркен по 0 очков. В рамках четвертого париматч чемпионата РК в возрастной группе 40+. Команды также завершили первый игровой день. В группе А команды Пищевики ДОСТАР набрали по 3 очка. А Лашики Ден Мастер по 0 баллов соответственно. В группе Б все еще остается интрига. Хорлес Орталах на первом месте 6 очков. Кулагер Стартстрой и Ахмолинск по 3 балла. Замыкает таблицу Нурби 0 очков. В группе С ситуация похожая. ПК Мурак с шестью очками на первой строчке. Сириус и Орталах по 3 очка. Команда Ахбулах на последнем месте 0 очков. Это были итоги первого игрового дня с полей париматч чемпионата РК 2020 года. Следите за развитием событий, смотрите футбол, играйте в футбол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok